Если ваш компьютер начал тормозить и уже не тянет новые игры, не беда, в Union Lab готовы вам помочь. Разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты, настройка компьютера с нуля и можно попрощаться с лагами и низким FPS. На все услуги распространяется гарантия, а если скажете, что пришли от меня, то получите скидку в 15%. Union Lab. Ссылка в описании. Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что бэкдоры – одна из тех вещей, которые больше всего повлияли на сервер. С их помощью игроки могли обходить систему античита и творить невозможные на первый взгляд вещи. В истории 2B2T можно выделить три основных бэкдора, каждый из которых сыграл большую роль в изменении сервера. От доступа к режиму креатива до размещения табличек за границей мира и возможности найти кого угодно и где угодно. Это рассказ о бэкдорах сервера 2B2T и о том, как они меняли историю. Все началось где-то в январе 2012 года. Для сервера был написан плагин, решающий проблему с застреванием игроков на крыше Незера. Проблемой это было потому, что если кто-то попадал на обыдроковую крышу, то он уже не мог оттуда выбраться. Владельцу 2B2T, Хаосмастеру, неоднократно приходилось помогать таким застрявшим игрокам, и в какой-то момент это ему надоело. Плагин, который должен был помочь Хаосу, предоставил игрок под ником PopBob. Теперь для того, чтобы выбраться с крыши, вам достаточно было прописать команду «slash stack». Это телепортировало бы вас вниз, к ближайшему свободному пространству. Для обычных игроков это оказалось просто хорошим способом не застревать на крыше, что в целом так и было. Вот только в коде этого плагина скрывалось кое-что поинтереснее. Без ведома Хаосмастера плагин предоставлял доступ к командам администратора для всех, кому это разрешил PopBob. В коде можно заметить шифр, известный как ROAD13. Этот шифр работает путем замены буквы на 13-ю после нее в алфавитном порядке. Для примера давайте рассмотрим 23-ю строчку кода плагина. Это можно перевести как «Эти имена добавить» «CBCOBO». После расшифровки «CBCOBO» шифром ROAD13, получается «Эти имена добавить» «PopBob». Также PopBob добавил в код никнеймы своих друзей по базе. С тех пор эта база известна как «PluginTown». Собрав всех в плагинтауне, PopBob рассказал о том, что ему удалось провернуть. Теперь участники его группы могли строить гораздо быстрее, летать по спауну призывая гастов и получать доступ к координатам любых игроков, а у PopBob был доступ к креативу. Несколько игроков заметили, как обитатели плагинтауна летали недалеко от спауна, о чем рассказали в треде на Фейспанче. В итоге Хаус телепортировался в плагинтаун, где лично во всем убедился. Это продолжалось практически месяц, пока PopBob не допустил большую ошибку. Он использовал команду SlashLocate, добавленную плагином, и с ее помощью телепортировался на различные координаты и гриферил чужие базы. Тогда Хаусмастер вместе с парой игроков построили для PopBob приманку. Когда PopBob телепортировался туда, Хаусмастер смог понять, каким именно образом он это делает, и удалил плагин. Не совсем понятно, почему он не сделал этого раньше, или почему хотя бы не проверил код плагина. Хаусмастер никогда напрямую так и не признался в произошедшем, но намекнул, что урок усвоен, и что впредь он не будет слепо доверять игрокам. Через несколько месяцев была предпринята очередная попытка бэкдора. Примерно в середине 2012 года PopBob и X0XP придумали следующее. Они решили рассказать Хаусмастеру про эксплойт с вагонеткой, при помощи которого можно было передвигаться без рельс на большой скорости. Помимо всего прочего, это также приводило к лагам на сервере. Вместе с рассказом об эксплойте, они сообщили, что у них уже есть плагин для решения этой проблемы, и предоставили его Хаусу. И так же, как несколько месяцев назад, в плагин был вшит бэкдор. Чтобы все выглядело менее подозрительно, они добавили возможность автоматического обновления. Теперь плагин можно было загрузить на сайт Bucket. Это место, где владельцы серверов обычно эти плагины и берут. В итоге Хаусмастер все же решил скачать плагин, но попросил одного из своих модераторов удалить из него возможность автообновления. Позже этот модератор запустил исходную версию плагина уже на своем сервере и обнаружил, что PopBob и X0XP на самом деле вновь хотели получить доступ к бэкдору, что официально положило конец этой попытке. Целый год прошел без происшествий, вплоть до декабря 2013. В создании второго бэкдора участвовали игроки iTristan и Pyrobyte, одни из разработчиков плагина, блокирующего доступ на бэдроковую крышу. Чтобы все сработало, их новый плагин должен был решать какую-то проблему на сервере. И по официальной версии он исправлял баг с переименованием предметов на наковальне. Но на самом деле смысл был в том, что теперь, при добавлении к названию предмета Slash 0XA7, его количество становилось отрицательным, что, по сути, делало этот предмет бесконечным. Также у них была возможность обойти запрет на посещение крыши Незера при помощи ездовых животных. Со временем их плагин становился все более сложным и теперь включал в себя функцию автообновления. Она позволяла добавлять новые функции без ведома Хаосмастера. Таким образом, в скором времени у них уже был доступ ко всем предметам, телепортации, изменению режима игры и многому другому. Именно таким образом была создана та самая табличка на границе мира, а также появилось 32К оружие. В конце концов, Хаос потребовал отключить автообновления. Они пытались спрятать этот модуль в сторонней библиотеке, но что-то пошло не так, и автоматические обновления продолжились. Это вызвало подозрения у Хаосмастера, что в итоге заставило его полностью удалить плагин. Но i300 на этом не прекратил свои попытки взломать сервер, что привело к одному из самых известных событий в истории сервера. Третий бэкдор, произошедший в конце 2015 года, по сей день является самым серьезным из всех. Но перед тем, как продолжить рассказ, для начала нужно разобрать предшествовавшие ему события. Считается, что 31 июля 2014 года Хаосмастер снял с себя полномочия администратора и передал их своему давнему другу под ником Джордж Буш 420. И если Хаос уже имел дело с эксплойтами и бэкдорами, то вот у Джорджа практически не было подобного опыта. Что-то обязательно должно было пойти не так. Первым постепенно начал ухудшаться официальный сайт 2B2T. Без материальной поддержки ему грозило закрытие. Сайт был основным способом связи Хаосмастера с игроками. К тому же именно на нем можно было посмотреть, сколько еще денег в этом месяце необходимо собрать на оплату сервера. Единственным способом общей связи между базами игроков оставались группы в Скайпе. Но это было не так удобно. Поэтому большинство игроков просили Джорджа вернуть сайт. И тогда Джордж сказал, что для оплаты сайта нужно еще 250 долларов. Никто не ожидал, что деньги будут собраны, так как их едва ли хватало на оплату самого сервера. Но менее чем через полгода сайт все же был оплачен. Большую часть внесли и к CC2 и Император Террой. Игроки были в восторге, но даже после достижения цели сбора сайт так и не был запущен. Предполагается, что эти деньги были потрачены на сам сервер, так как на тот момент он находился на грани закрытия. Спустя полтора года сайт так и не был возрожден. Император Террой, пожертвовавший основную часть денег, был недоволен таким положением вещей. Так что они вместе с Айтристоном делают новый сайт и передают его Джорджу. Как вы можете догадаться, именно отсюда и начинается бэкдор. Джордж Буш допустил огромную ошибку, запустив сайт на том же хосте, что и 2B2T. Когда он работал с сайтом, Айтристон смог получить доступ к форме авторизации и украсть пароль, когда Джордж вводил его для установки программного обеспечения. С этого момента у Айтристона был полный доступ к серверу наравне с администратором. Он мог загружать и скачивать как файлы регионов, так и файлы игроков, мог изменять чей угодно инвентарь и местоположение, и это далеко не всё. Вместе с Тейло и Джаредом они основали группу Тирания, также известную как Нёрдс Инк. Основной целью бэкдора было создание копии базы Императора и стэшей с нелегальными предметами, и размещение их по всему серверу. Они основали новую базу на острове Тейло, и при помощи редактора Мира создали вокруг неё гигантскую сферу из бодрока. Это место получило название Архив. Также они устроили так называемую Неделю Разрушения, во время которой они грифилили по одной крупной базе каждый день. Пострадали такие базы, как Космическая Валькирия, Лэнс, Космическая Валькирия 2, Киногрет и другие. Поскольку Джордж Буш был в дружеских отношениях с некоторыми участниками Нёрдс Инк, он даже помогал им в создании некоторых нелегальных предметов для архива. На этой базе были обнаружены 32К оружия, блоки барьера и даже порталы края. И лишь примерно в апреле 2016 года Джордж заметил бэкдор и исправил его. Никто точно не знает как, но скорее всего через просмотр логов сервера. В наше же время известных бэкдоров нет. Но с такими эксплойтами, полностью меняющими правила игры, и с обновлением версии Майнкрафта, наверняка стоит ждать новых бэкдоров. Если в этом видео и есть что-то, чему стоит поучиться, так это то, что лучше перепроверить несколько раз, если вы в чём-то не уверены. Ничего подобного не произошло бы, если бы Хаосмастер и Джордж Буш перепроверяли плагины и давали посмотреть их своим модераторам. А на сегодня это всё. Спасибо за просмотр.